Слово Манову Петру Иннокенчу, руководитель общества заграничной ответственности Марка, которая занимается производством от формы свинопоколовья. И вот сегодня уже говорили, что туда ездят за хорошей свининой. Но тема у Петра Иннокенча другая. Он расскажет о производстве биогумуса в больших объемах на основе того навоза, который получает. Если я правильно понял, да, Петр Иннокенч? Пожалуйста. Добрый день. Я не агроном, не зоотехник, но интересуюсь, как говорится. Все с людьми хозяйствами я начал знакомиться в Германии, в Австрии, в Франции. Потому что мне просто интересно. И вот сегодня я в полном деревне, в городе с людьми хозяйствами. Потому что, начав знакомиться там, я потом окунулся в нашу российскую, действительно, и как-то много чего бездумно делалось на самом деле. Сегодня я почти гимн услышал химизации почек. В то же время я точно знаю, что в нормальных странах, типа Голландии, Дании и дальше, и дальше, там внесение органики на поля, но уже больше нельзя внести. В них перенасыщение. У них с этим проблема. То есть абсолютно другая проблема. А у нас, как интересно, зачем я вообще занялся этими органическими удобрениями? У нас мне досталось почти бесплатно после свиноводства три вагуны по гектару, четыре метра высотой. И там органика накатилась, а у нее и сколько? То есть смотря как посмотреть на нее. Экологи считают, что это от нее вред сильный. То есть и нас наказывают и дальше, и дальше. А соседи наши, к сожалению, мы безземельные, они считают, не надо нам ничего. Вот есть химия, будем химичить так до бесконечности. Все более-менее понятно. И все. И мы оказались вот с этим добром один. И оно как бы пребывает каждый день. Кто с этим делом делает? Вот. Ну, взлетал я в Америку, начитался, посмотрел, как там 300 тысяч хозяйств, которые червей делают, вот этих вот, калифорнийских. И, знаете, там законодательство очень хорошо работает. Там поддерживают тех, кто выпускает органическое питание. Так, например, в Германии, я знаю точно, есть лицензирование такой деятельности, и ты берешь на себя обязательства не пользоваться химией, не пользоваться антибиотиками. В этом случае у тебя есть право ставить на свою продукцию слова «био». И она стоит, продукция эта, достаточно дорого, раза в три, в четыре. И тогда у него, получается, есть основание увеличивать цену и вести рентабельно свое производство. Мы, хотя закон приняли в Краснодарском крае, а что толку-то от него, да, им воспользоваться-то невозможно. Потому, вот когда мы начали производить этих калифорнийских червей, начали получать этот биогумф, но убедить кого-то применять это делать очень и очень непросто. На самом деле, я думаю, что вот сегодня грустно смотреть на такую аудиторию очень маленькую. Здесь собрались почти единомышленники, которым это интересно, а которым это неинтересно, их переведить в одиночку крайне сложно, получается. Потому мы сегодня пытаемся говорить о какой-то тактике, а у нас стратегии не существует. Мы не знаем, куда двигаться на самом деле. Мы говорим, что в два раза больше стали химии вносить, и все равно этого мало. Я так понимаю, это как призыв, надо в десять раз больше вносить химии. И это почти равносильно геноциду собственного народа на самом деле. И что еще интересно? Помимо того, что мы можем получать хорошие продукты питания, как ни странно, особенно в этом году, когда курс доллара большой и удобрения дорогие, это еще и выгодно. Но мы не популяризируем эти вещи. Доказать, что это выгодно, мне, например, в одиночку, это практически невозможно. То есть я думаю, это должно быть государственной задачей. И вынесение органики на поля обязательно должно стимулироваться бюджетом. И только тогда мы сможем что-то серьезного, чего-то добиться. Сейчас вот этот путь у нас будет занимать, как у нашего предприятия, у наших коллег в одиночку. Очень-очень долго будет этот путь. Через опыты, какой урожай появится, а вдруг ошиблись, а вдруг не ошиблись. И это годами будет. Но мы первый год этот биогумус выпускаем. Сейчас уже в жидком виде тоже. Ну, тем не менее, ТОМ-60, наверное, продали уже на пробу. И мы живем этим. Мы живем этим надеждой на то, что люди убедятся в том, что это полезно. Потому что выгоды-то вполне очевидны. Вот, знаете, мы в агроуниверситете делали опыты. Берем почву из убитой туплицы. Она после трех лет везде убита. Делаем опыт. Она убитая, говорят. Поливаем нашим. Через неделю опять делаем опыт. Живая почва. Как живая вода получается у нас препарат. Ну, очевидные-то вещи, очевидные. Но надо годы прошли, чтобы люди, они очень консервативные крестьяне. Наверное, и крестьяне на слово консервация, да? Так произойдет. Но мы точно знаем, что мы на правильном пути. И мы так плотно работаем с нашими партнерами. И пытаемся все это вывести в конечном итоге на выгоду. Потому что это самый главный мотив деятельности человека. Все вот эти вот рассказы про органическое питание. Ну, как на огороде, да, я это буду делать. А на тысячах гектаров я буду продолжать химичить. И пока мы вот не дойдем до того, что это в конце концов еще и выгодно. И вот этот вот момент мы очень широко распространим с помощью вас, наверное. С помощью того, что, надеюсь, разумные люди все-таки в министерстве появятся, озадачиваются вот этими серьезными вещами, вот тогда у нас дело пойдет. А то, что дело это государственное, я нисколько не сомневаюсь. Спасибо, Петр Анатольевич. Надеюсь, что через годик где-то уже появятся и адреса конкретных фермерских хозяйств, коллективных хозяйств, где ваша продукция проявит себя, и там можно было бы поговорить уже о результатах. Пожалуйста, вопрос. А при готовом можно все-таки? У нас мало, но... А вы пробовали, испытывали вообще жидкую фракцию, которую вы делаете, или гордую фракцию, когда начальник после ее, пока пролитый, так называют, после червей. Что эффективнее? Как это вы сделаете? Понимаете, почти одно и то же, но... Внесение жидких дешевле и оперативнее, но работает коротко. Технологично. Коротко и технологично, я согласен, да. А вот если капролитов внесет, то это на 3-5 лет, как минимум, но это дорого и не технологично. Потому у нас есть и то, и другое продукцию. Еще какие вопросы, Петрович Накенча? Нет? Спасибо, Петр Накенч. Друзья, мы...